Про Америку тоже. Вот интересная новость вышла, Wall Street Journal написала, что фамилия Навального звучит в разговорах об обмене заключенными между Россией и США. Россия хочет вернуть своего киллера в обмен на Навального. Красикова, да, такой есть киллер, который выполнял задание ГРУ на территории западной страны. И да, Соединенные Штаты все время инициируют какой-то обмен. Сейчас ходят упорные разговоры о том, что Красикова могут поменять на Навального. Я только за, киллер есть киллер, но весь мир знает, что Путин меняет киллера на лидера оппозиции, которого он же засадил бессовестно в тюрьму. Поэтому я за то, чтобы Навальный прекратил страдать, потому что он испытывает ужасные страдания в тюрьме, чтобы он скорее зажил нормальной жизнью и боролся с путинским режимом. Financial Times написала, что НАТО проведет самое масштабное учение со времен Холодной войны, послав сигнал России. НАТО будет проводить еще не одни учения, и никто не боится уже Путина, если даже и боялись. Ты помнишь, я спросил Бориса Джонсона, боитесь ли вы Путина? Он говорит, нет. От этого вопроса Скобеева впала в истерику. Они это у себя показывали, да, они сегодня все это показывали и обсуждали. Ну, Скобеевой же надо что-то показывать. Подрочила на нас Джонсоном, видимо. Но не на Попова же, сама понимаешь. Да, Леся Леонидовна, дальше. Ну, ты уже проучение закончил? Да, я закончил проучение. Если проучение закончил, идем дальше. Классную тайную операцию провела наша ГУР. Кстати, вот ты знаешь, практически не дня без строчки. Наша ГУР каждый день нас реально чем-то радует. Вот провели классную тоже операцию с вышками Бойко, вернув, ну, так называемые вышки Бойко, вернув под контроль Украины, потому что на этих вышках было огромное количество аппаратуры, которая помогала оккупантам следить за Украиной и, собственно говоря, вести свою войну. А сейчас, благодаря отваге наших военных, наших ребят, благодаря Кириллу Буданому и его ведомству, произошел возврат в родную гавань. Это прекрасно. Я видел видео, смотрел видео спецоперации Главного управления военной разведки. Прекрасно, прекрасные ребята, бесстрашные, замечательно действуют, слаженно. Вообще, конечно, я считаю, что сегодня ГУР – это, ну, разведка, разведывательное сообщество, которое может служить образцом для западных, крутейших западных разведок. Потому что западные разведки давно не были в боевой работе, а ГУР работает каждый день и работает прекрасно. И я вам скажу, будет еще много сюрпризов. Аж настроение поднялось. Так, идем дальше. Ну, о чем мы поговорим, друзья? О чем вы хотите поговорить, пишите в комментариях. Тоже будем читать. Так, почти 80% украинцев считают Владимира Зелинского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Это опрос, который был опубликован вчера вечером, да? Значит, проведен он был фондом демократические инициативы. Совместно с Киевским международным институтом социологии и социологической службы Центра Разумкова. Вызвал опрос много споров, огромное количество баталий, особенно в Фейсбуке, потому что одни соглашались, а вторые говорили, что несправедливо, так вообще даже вопрос некорректно был поставлен. Прокомментируй, пожалуйста. Ну, смотри, я исхожу из реалий. Они таковы, что в Украине во время войны процветает коррупция. На всех уровнях. Миллиарды пропадают в Министерстве обороны. Мы это видим. Общество это видит. И это плохо сказывается на бойцах наших, на всех. Ну, меня это жутко морально удручает. Мы видим коррупцию в районных и городских администрациях на местном уровне. Мы видим коррупцию везде, везде, в военкоматах. Ну, куда ни плюнь, везде коррупция. Поскольку президент у нас первое лицо, поскольку у нас есть монобольшинство в парламенте, это партия президента, естественно, с него и самый большой спрос. Поэтому то, что 78, да, по-моему, процентов считают, что отвечает за это Владимир Зеленский, их можно понять. Как можно понять и Владимира Зеленского, который всегда очень чутко реагирует на общественное мнение. Вот он молодец в этом плане, потому что многие президенты и наши, и другие, они всегда подтормаживали, когда дело касалось общественного мнения. Оттого и Майданы происходили, что люди не понимали у себя там на вершине власти, что кипит уже кастрюля, кипит, кипит и скоро сорвет крышку. Владимир Зеленский реагирует очень четко, очень своевременно, очень быстро. Вот приняли депутаты позорные, депутаты Верховной Рады, приняли они позорный закон о декларировании электронном, в этом году еще не будем, на следующий год. Но тоже молодцы, накрались и не хотят декларировать деньги, потому что, а как их декларировать? И Владимир Зеленский, опираясь на общественное мнение, на этот опрос в том числе, он взял и заветировал этот закон. Знаете, чего требовали наши американские друзья и партнеры? Заветировал, правильно сделал, молодец, прекрасно. Он должен показать, что он не связан с коррупцией, он презирает коррупцию и он борется с коррупцией. И я уверен, что поддержка людей будет огромной, потому что люди озлоблены коррупцией везде, сверху донизу. Ты знаешь, еще чем озлоблены сегодня украинцы, это манипуляциями и российскими вбросами в информационное пространство, а именно, ну, вчера разродили... Извини, про Колю Тищенко скажи или ссышь. Что мне ссать, ребята? Я про Колю Тищенко говорил, когда вы еще не знали слова ссышь. Слышите? На понт меня берет. Нашли, кого брать на понт? Я про Колю Тищенко все сказал еще до войны, причем президенту в лицо, ты помнишь это, правильно? Конечно. Я сказал Владимиру Александровичу про Колю Тищенко, чтобы от меня еще хотеть. Можно просто взять, все есть в Ютубе и посмотреть. По-моему, даже на одной из пресс-конференций это было в твоем большом вопросе к Владимиру Зеленскому. Поэтому, друзья, или у вас память плохая, или гуглом не умеете пользоваться. Поэтому, пожалуйста, занимайтесь сейчас делом, а мы продолжим дальше. Так вот, по поводу того, что злит украинцев, от чего они приходят в ярость. Это, конечно же, когда кто-то из медиа пытается… Извини, пишут, ну тогда молодец. Про Колю Тищенко тоже говорю, ну тогда молодец. Продолжай, Леся Леонидович. Наверное, все-таки наш этот зритель очень быстро умеет пользоваться гуглом. Наверное, пошел, посмотрел, пока мы с тобой это обсуждали. И пишет ответ. Так вот, разразился скандал, жуткий скандал, связанный с двумя медиапотвором, Петровым и Ивановым, которые являются, наверное, самым вредным сегодня явлением в инфопространстве Украины. И вот на днях Петров попал в жуткий скандал, потому что абсолютно по российской методичке попытался вбросить в инфопространство на своем ютуб-канале с Петровым типа расследования, зашкварившись еще больше. Потому что оно не прошло незамеченным, расследование, в котором этот Петров называет Виталия Портникова, Сергея Руденко, Мирослава Борчук, украинских журналистов, агентами ФСБ и говорит о том, что они отравили Виктора Ющенко. То есть ты понимаешь, Дима, у тебя нормальная компания. Кортников Борчук и Руденко тоже, оказывается, по версии Петрова, как и ты, агенты ФСБ. Ну, то есть, смотри, это не могло не обратить на себя внимание. То есть то, что писали соцсети в сторону Петрова, это просто, ну, как бы нельзя цитировать в нашем эфире, потому что ютуб это забанит. Ну, то есть мудак это самое мягкое, что ему говорили, причем русский мудак, который реально работает по методичкам ФСБ, когда разбрасывается такими заявлениями. Но, в принципе, ты знаешь, я очень довольна этим была, потому что все больше людей понимает, что они это зашквар, что они это токсичное явление, которому не место, не место в украинском медиапространстве. Олеся, Петров и Иванов, я их называю зайчата-каракульчата. Петров и Иванов – это два ФСБшника, которым надо на лбу написать «зло». Еще можно восклицательный знак поставить. Но я работаю усиленно. Я предоставлю недели-две, наверное, мне еще дайте, потому что у нас группа работает на всех направлениях. Мы покажем, что это две ФСБшных истоты, которые действуют по заказу России. И мы добьемся возбуждения Службы безопасности Украины против Петрова и Иванова дела по государственной измене. Очень интересный путь тернистый этих ребятушек русских. И, конечно, мне доставляет удовольствие покопаться в их биографиях. Большое количество людей согласилось, знаешь, свидетельствовать против них. Мы готовим и иски в суд. И, конечно, общественность увидит, что эти зайчата-каракульчата делали и делают в информационном поле Украины. Будет, ребята, ох, как громко. Я не ожидал такого. Я думал, они просто оторванные пацаны такие. Не-не-не, они продуманно оторванные. Очень интересное расследование. Меня захватывает просто оно. Будет громко, сильно громко. Закончится или они сбегут из Украины, или закончится обвинением в государственной измене. К хорошим новостям продолжим дальше линейку. Олеся спрашивает про Поворознюка. Спрашивает про Поворознюка. Да, я отвечу много вопросов. Ребята, по Поворознюку все продолжается. Не переживайте, я о нем не забыл. Надеюсь, что и он обо мне помнит. Просто сейчас Петров и Иванов немножко вышли на передний план. Поворознюк, самое интересное я вам расскажу. Поворознюк уже не может про меня ничего говорить, потому что он зловонный, от него плохо пахнет. Но все увидели, что он убийца, грабитель, насильник, женщин. Мы же показали все это. Говорили люди, в которых он стрелял, кого он насиловал, у кого отнимал собственность, паи земельные, кому угрожал и так далее. Мы же все показали. Поэтому он говорить уже ничего не может, потому что изо рта пахнет помоями. И он решил действовать иначе. Он нанял людей, которые устроили на Крещатике против меня акцию. Выпилили из фанеры меня в полный рост и написали, что я агент ФСБ. Говорю об этом, это очень смешно на самом деле, потому что сказать про меня агент ФСБ, это, я не знаю, это надо иметь наглость, я бы сказал. Вот. Одел их военную форму, этих людей, Поворознюк, и думал таким образом привернутый увагу суспительства до того. Ну, ребята, завтра или послезавтра я вам все расскажу про этих псевдовоенных. Вот это будет жесть. Это будет жесть. Я добьюсь, я подал заявление в полицию, на них оно зафиксировано, полиция занимается расследованием, я добьюсь. Не буду говорить, чего, Олесь. Для них это будет сюрпризом. Правда. Нельзя носить военную форму, не имея на это права. Нельзя говорить, что ты участник боев и фронтовик, если ты не участник боев и не фронтовик. Нельзя оскорблять память погибших бойцов и тех, кто сейчас на передовой своим аферизмом за три копейки от Поворознюка. Про Атакамс. Да. Да. Так вот. Судя по тем новостям, которые доносятся до нас, Украина таки получит Атакамсы? Атакамсы. Извини, спрашивают. У меня вопрос. 20% волонтерских вы оставляете себе, да или нет? Рассказываю для особо одаренных. Что такое 20% волонтерских, по-первых, скажи? Не знаю. Не знаю. Вот смотрите. Вот сюда донатят люди деньги. Отсюда деньги в полном объеме приходят в магазин. Из магазина в полном объеме на эти деньги приходят дроны и в полном объеме уходят на передовую. Тем не отличается вот эта банка, монобанковская, что любой человек может увидеть все движения по счету. Я еще не сошел с ума, чтобы 20% брать себе или 10, или 5, или 30%, чтобы брать себе проценты от того, что люди собирают на войну против России. Не копейки. Даже не полпроцента. Просто не копейки. Это же вообще... Вопрос, Олеся, вопрос поступил, я должен ответить на него. Ну, это важно, слушай. Ну, если люди так могут подумать даже. Да. Олеся, про атакамсы. Да, ну, я как-то тебе ответил. Да. Мое мнение, атакамсы придут в Украину. Еще и непростые атакамсы. Значит, альтернатив нет. Ну, Олеся знает, мы разговаривали с очень высокопоставленным сотрудником американской администрации, который рассказал нам о подводных всяких течениях. там, да. Можно говорить об этом или нет? Как ты считаешь? Ну, я думаю, не очень. Ну, намеком. Давай без фамилии. Хорошо. В ближайшем окружении президента Байдена есть люди, которые в силу занимаемых ими должностей, в силу того, что они не хотят осложнять ситуацию, побаиваются Путина, боятся предоставлять Украине оружие, которое может повлечь гнев Путина. Так? Да, примерно. Продолжи дальше. Не гнев Путина, а боятся все того же ядерного удара, который Путин, вероятно, может нанести. По крайней мере, они этого боятся. Вот часть из окружения президента Америки сегодня до сих пор находится вот в плену этой угрозы. Вторая же часть понимает, что пока Америка не будет давать много и все, что нужно прямо сейчас Украине, пока эта угроза и будет сохраняться ядерного удара, потому что Путин понимает что, разговаривали. Пишут, Дмитрий, вы у Голованова говорили, что Салливан боится ядерной угрозы. Он один из этой группы. Поэтому, поэтому, то, что мы сейчас наблюдаем, группа, которая понимает, что нужно Украине давать все, что ей нужно, все, что нужно Украинскому фронту, она преобладает и, собственно говоря, Джо Байден слушает ее больше, чем ту, которая осторожничает. Поэтому, мы надеемся, что в скором будущем мы будем получать все, что нам нужно. сказать вам самое главное, Соединенные Штаты Америки, которым мы безумно благодарны за все, что они для нас сделали, не могут проиграть Украину этому засранцу. Просто по определению не могут. Я рассуждаю просто, примитивно, но в этом простом примитивном рассуждении есть зерно. Весь мир видел постыдное, я считаю, бегство Соединенных Штатов из Афганистана. И Путин это видел. И поэтому Путин и пошел в Украину, в том числе и поэтому, что он ожидал, что сбежавшие так из Афганистана, когда бедные афганцы, сотрудничавшие с американцами, за шасси цеплялись у летающего самолета, Путин подумал, что американцы в Украине проявят себя слабаками, смирятся с оккупацией, а мы оккупируем Украину за три дня, и все закроют рты, и все будет, как мы хотим. Не будем забывать, ребята, великая страна, которая является символом и оплотом демократии, которая подарила миру все самые главные и лучшие изобретения современности. И если Путин наивно думал, что Америка так, проявив такую слабость в Афганистане, повторит это в Украине и не извлечет урок, вот в этом была его главная ошибка. Америка мощнейшая, самая лучшая страна мира, не без недостатков, недостатки есть везде, но на фоне всех остальных стран, ну назовите мне страну лучше Америки. Хочу послушать. Для меня показатели одни. Жизнь простого, отдельно взятого человека, отношение государства к старикам, отношение государства к детям, здравоохранение и образование. Если найдете страну лучше, чем США, назовите, прямо сейчас, буду признателен. Вот, и поэтому Америка не может потерпеть поражение в Украине. Да будет всем понятно и известно. Вопрос в сроках. Ну, следите, когда выборы президента Соединенных Штатов. Ну, вот вам и сроки. Дальше думайте сами.